Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительных торгах этой недели, на торговой сессии пятницы, где мы вместе в прямом эфире разбираем события минувшего торгового дня и, конечно же, стараемся спрогнозировать наиболее вероятные движения финансовых инструментов по факту тех отчетов, которые на повестке значатся текущей торговой сессии. Сразу предлагаю к ней перейти. И повестка сегодняшнего дня имеет очень большое значение, по крайней мере, для меня уж точно, потому что я несколько предвзято и с особым пристрастием в последнее время спекулирую канадским долларам. Вот как раз сегодня в 15.30 выйдут данные по роничным продажам и индексу потребительских цен, то есть отчет по инфляции. Их, как отчеты, мы ждали на протяжении всей недели. Классические, традиционные основные релизы по канадской экономике публикуются в пятницу. И обычно эти движения без какой-либо мгновенной, скажем, неопределенности по выбранному и возможному вероятному направлению демонстрируют такой явный четкий ход. Вот какая, собственно, выходит статистика и с точки зрения того, логически, как она должна отразиться на экономике, мы и видим либо рост, собственно, либо падение курса канадца. Сегодня, друзья, данные имеют еще большее значение, потому что в условиях отсутствия новостей по НАФТО, то есть очень важная политическая тема, точно такая же важная, как для фунта, собственно, тематика Брекзита, мы ориентируемся на перспективу повышения процентной ставки. И, разумеется, можно сколько угодно говорить о том, будет ли Канада повышать процентные ставки или нет, банк Канада, точнее, но вот без какого-то топлива фундаментального, без сильных отчетов у нас не будет реальных аргументов, на которые мы могли бы с вами поставить, на которые мы могли бы с вами положиться, чтобы отстаивать позицию того, что мы покупаем канадцы, потому что знаем, что ставки будут поинт. Вот сегодня я возлагаю большие надежды на эти отчеты. Уверен, что статистика не разочарует, особенно я ожидаю прироста по инфляции, и, соответственно, если эти данные выйдут в соответствии с обозначенным только что сценарием, мы увидим еще большее укрепление канадского доллара против американского конкурента. На текущий момент пара доллар-канадец находится чуть выше отметки 1.29. Был очень важный уровень поддержки на отметке 1.30, мы наконец-таки его преодолели, мы оказались ниже, но видно, прям очевидно, если оценивать и мониторить динамику пары доллар-канадец за таймфрейм, там, часовой, полчасовой, участники рынка нуждаются вот в дополнительных триггерах. Вот сегодня как раз они их дождутся. Друзья, давайте все-таки попробуем рискнуть, ну, может быть, если вы только не относитесь к категории трейдеров, которые готовы рисковать, вам лучше, конечно же, сегодня и не торговать канадским долларом. Ну, а те, кто прислушался к моей рекомендации, которую я дал раньше, то есть мы продаем опару доллар-канадец с очень высоких уровней, мы ждем ее на значениях гораздо ниже текущих, но вот каждую неделю мы вот все ближе к поддержке 1.25. Друзья, я уверен в том, что до этого уровня мы сможем добраться. Вот главное, чтобы сегодня статистика не подвела, и главное, чтобы медведи поверили своей силой и смогли затащить пару пониже. Ну, о канадцах мы, безусловно, продолжим говорить. Также для канадского доллара очень важно, что происходит на рынке, друзья, черного золота. При этом вы сами видите те тенденции, которые на нефтянке господствуют. Я прям предлагаю перейти также сейчас и к рынку нефти. Клосс вчерашнего дня по бренду 78.10 и 78.47. Это уровни, которые мы видим сейчас. И снова разбирая новостной фон, хочется отметить очередной твит Трампа. Обычно мы их ждем по пятницам, в этот раз с небольшим опережением. В частности, Трамп откровенно раскритиковал те манипуляции, которые сейчас, очевидно, проводит ОПЕК, в результате которых котировки нефти взлетели вот снова к 80 долларам за баррель. И, соответственно, его твит явно предполагал призыв, чтобы страны ближневосточного картеля перестали это делать. И сейчас предприняли все возможное, чтобы перед встречей технического комитета, который состоится на этих выходных, сбили котировки. Но в итоге, не знаю, кто больше даже повлиял на то, что происходит на рынке нефти. Ну, думаю, что не ОПЕК, а вот как раз твит Трампа, потому что сразу же после того, как он появился на площадке, котировки пошли вниз. И мы несколько отступили от вот этой планки 80 долларов за баррель. Уровень технически очень крутой, очень серьезный, очень важный преодолеть его. Я не знаю, на каком фундаментальном позитиве будет возможно. Пока что на текущий момент, особенно еще в свете, явно обострившиеся отношения между Китаем и США, я не вижу такого позитива. Рекомендация по нефтянке, друзья, остается прежней. Я надеюсь, что вы вчера и, собственно, ранее уловили сигналы, которые я вам давал, объясняя то, что тот рост, который мы видим в последние дни, он немного неоправдан. И, честно говоря, с точки зрения реальных фундаментальных фактов и цифр не совсем логичен. Потому что на ралли, которое мы наблюдаем в последние два дня, повлияли сначала комментарии Саудовской Аравии о том, что они просто считают, что цены могут вырасти больше, чем, скажем, 80 долларов за баррель. При этом Саудовская Аравия сделала параллельное заявление о том, что ничего для этого предпринимать, разумеется, не будет. Но отсылка была сделана на иранскую тему о том, что без поставок со стороны данного ближневосточного региона в мировой экономике могут возникнуть признаки дефицита предложения. Тоже на эту тему сейчас давайте уходить не будем, потому что много ее обсуждаем, опять же, потому что много уделяем времени нефтянке. Я думаю, что вы все прекрасно знаете, является ли этот регион серьезным риском в свете, опять же, роста нефтедобычи в странах ОПЕК. Если вы забыли о том, увеличивается ли производство нефти в рамках ОПЕК, напоминаю, что только за прошлый месяц добыча выросла больше, чем на 267 тысяч. Это оценка, которая была сделана ОПЕК, они, скорее всего, приукрасили данные, точнее, занизили общие показатели. А вот Международное аналитическое агентство, которое является более непредвзятым и объективным, собственно, ведомством в этом плане, сообщило о том, что производство нефти в рамках ОПЕК выслало на 450 тысяч, друзья. На мой взгляд, гораздо выше тех показателей, которые мы слышали от ОПЕК. Добыча растет, и с этим нужно смириться, друзья, нужно принимать это в виду, нужно понимать, к чему это, в конце концов, может привести к долгосрочной перспективе. Ну и я советую не забывать, что сейчас мы с вами не лишены еще одного козыря, который у нас остался. Ну, под нами, я подразумеваю, продавцов. Это вот встреча технического комитета в Алжире, которая пройдет на этих выходных. Будут обсуждать прогресс, который сложился на рынке нефти. Но самый важный вопрос повестки обсуждений – это возможность поднятия лимита по добыче странами ОПЕК+, где также участником которой является и Россия. Соответственно, планку, я думаю, обязательно поднимут. Как это повлияет на рынок нефти? Скорее всего, через распродажи. Поэтому я на следующую неделю также возлагаю большие надежды. Считаю, что как раз на следующей неделе мы должны с вами будем отойти от сопротивления 80 долларов за баррель на довольно большую дистанцию. Ближайший ориентир, который мне кажется сейчас реальным – это 75 долларов за баррель. Но то, что рынок бурно отреагирует на это решение, очевидно, друзья. Не забывайте, что если какой-то мощный фундамент у нас запланирован на выходные, то открытие торговой сессии понедельника в лучшем случае происходит с небольшим гэпом. А в худшем случае с гэпом, который многие недооценивают. По нефтянке может именно это и произойти. Поэтому если вы все-таки торгуете в катка срок и превышаете, и не принимаете во внимание рекомендации, которые я даю по загрузке депозитов, нужно знать, что движения будут серьезные. И не хотелось бы, конечно же, чтобы эти движения поставили вас в не очень хорошую ситуацию, создав серьезное давление на ваши депозиты в виде больших убытков. Может быть, даже если все-таки вы используете высокую загрузку депозитов, будет целесообразно перед таким событием выйти с площадок и понаблюдать за развитием событий со стороны. Для долгосрочных ориентированных трейдеров, друзья, короткая позиция о приоритете. Собственно, я надеюсь, что мы в ближайшие дни сможем подобраться к уровню 75, который я отметил. И будем уже дальше анализировать фон и искать причины для более глубокой коррекции. Дальше. Доллар японская иена 112.77 в текущей котировке. И рост доллара полностью отражает ту динамику, которую мы видим сейчас на американском рынке долга. Десятилетние трейдеры вчера достигли по доходности практически максимума за год. Сейчас многие эксперты прогнозируют в ближайшие недели, что этот актив по доходности сможет добраться до планки 3,25%. Я допускаю это, друзья, потому что у нас на следующей неделе уже заседание Федрезерва, повышение процентной ставки. После этого мощного шага, очень важного для монетарного курса США, мы будем с вами готовиться уже к декабрю, к следующему такому же действию. На этом трейдеры должны расти и дальше. Но вчера я также рекомендовал, что с длинной позицией доллара и иены сейчас нужно немножко повременительно. То есть я советовал закрыть длинные позиции, потому что помимо ожиданий неизбежного повышения процентной ставки, есть серьезный риск. Этот риск, опять же, связан с тем, что в понедельник вступают в силу импортные пошлины США против Китая и ответные действия Пекина против США. То есть в первом случае это, по сути, импортные пошлины на поставляемую за год импортированную китайскую продукцию в общем долларом эквиваленте в 200 миллиардов. Что касается ответа Китая, то это аналогичные действия только на 60 миллиардов. Я думаю, что в понедельник, ну максимум во вторник на рынках снова появятся комментарии со ссылкой на Вашингтон о том, что мы предупреждали Китай. Если будут ответные действия, то мы поднимем вопрос уже тотального ввода вот этих ограничений на весь китайский импорт. Поэтому есть высокая вероятность того, что перезагрузка сознания такого рыночного настроения заставит трейдеров, может быть, под закрытие текущей торговой недели, может быть, в понедельник. Но сделать ставку с большим интересом на рост защитных инструментов. Здесь я особенно выделяю японскую валюту. Поэтому мы перед заседанием Федрезерва можем сходить снова в район 112 или даже оказаться ниже. Поэтому давайте в ближайшую, собственно, текущую торговую сессию. И, соответственно, перед заседанием Федрезерва у нас будет два полноценных торговых дня. Понаблюдаем тоже за тем, как развиваются события со стороны. Мы и будем рассчитывать на то, что пара скорректируется доллар-иена и даст нам возможность непосредственно перед самим решением Федрезерва купить ее по более низким уровням, чтобы получить больше профита. Вчера, собственно, доллар еще подогрел не только рост доходности американских трежей, но еще и отчет по заявкам на посылку и по безработице. Но просто какой-то невероятный фантастический прогресс, невероятная тенденция улучшения ситуации на рынке труда. Я уже начал было подумывать о том, что что-то неладное, не увлеклись ли с рисованием, собственно, этой статистики. Потому что заявки продолжают снижаться. Уже 201 тысяча обращений с 204. Это минимальные показатели с 1969 года. И, соответственно, на таких данных по заявкам мы с вами ориентируемся на очень сильные отчеты по Non-Farm Parals, которые, в принципе, уже совсем скоро, через пару недель. Фонд против доллара 1.3258. Восстановление британской валюты продолжается. Но в то же время, друзья, если вы согласны со мной и с позиции того, что над Англией, над британцем, в прямом смысле, серьезные политические тучи, на Висле, которые, в конце концов, могут резко ввалить британца, нужно вам держаться. Потому что этот расчет правильный. Я в качестве доказательства хочу привести вам, с одной стороны, позитивный комментарий, а потом порассуждаем просто. Позитивные комментарии, они связаны, вы помните, с тем, что прогресс должен быть достигнут в перспективе 6-8 недель. Потом на рынке появились сообщения о том, что прогресс достигнут по границе Северной Ирландии. И потом, вроде бы, как пришло относительно опровержение, но при этом на негатив трейдеры не отреагировали и продолжили находиться в длинных позициях. И вот вчерашнее решение. Инициатором этого предложения провести внеочередную и, скажем, экстренную встречу, экстренный саммит, который будет посвящен тематике Брейсета. Выступил глава Евросовета Дональда Туск. Вопрос на засыпку, друзья. Если бы тот позитив, который нам кто-то старательно транслирует в последние две недели, имел бы под собой серьезное основание, и мы реально бы могли на него положиться, поверить то, что соглашение по Брейсету будет достигнуто, была бы необходимость вот в этих экстренных совещаниях и встречах? Я думаю, что нет. Да и плюс ко всему, еще прям под закрытие вчерашнего дня, Жан-Клод Юнкер, это президент Еврокомиссии, позволил себе сделать комментарий о том, что Европейский Союз полностью готов к провалу по Брейсету. То есть этот сценарий прорабатывается, может быть, даже сейчас с большим упорством, с большей тщательностью, чем сценарий, который предполагает то, что Англия сможет сохранить доступ к единому европейскому рынку. На мой взгляд, это явный такой тревожный сигнал, который должен сейчас поддерживать и успокаивать продавцов, потому что, друзья, но этот фон негативно может разразиться серьезным обвалом британской валюты. То, что фунт очень чувствительный к теме Брейсета, под чувствительностью, я подразумеваю, возможность движения даже в рамках одной торговой сессии пунктов на 150-200, мы в этом уже неоднократно убеждались. Поэтому, если на рынок более явно начнут поступать уже вот эти сигналы того, что договоренности по-прежнему нету и стороны находятся в тупике, британская валюта развернется. Вот к этому развороту вы должны быть готовы. Локально вчера фонд поддержали сильные данные по уроничным продажам, 3,3% в годовом выражении с 2,5%. Но, да, может быть в моменте этот отчет логично было бы отыграть через рост британца, но мы торгуем не в рамках, скажем, одной торговой сессии. Мы делаем ставку на большую перспективу, на более длительный срок и стараемся говорить о фундаментальных факторах такого долгосрочного влияния. И этим фактором для фунта сейчас остается как раз тема Брейсета. Поэтому ожидаем все-таки возобновления нисходящей динамики, друзья, и ждем пару ниже отметки 1,30. Новозеландец против доллара продолжает расти. Вчера все-таки пришли к выводу о том, что нужно оставить в покое пока новозеландца, дать ему, возможно, расти и дальше, потому что немного изменился новостной фон. Мы нашли в этом новостном фоне два сейчас фактора поддержки. Это сильный отчет по темпам экономического роста Новой Зеландии и еще комментарий премьер-министра Китая о нежелании девальвировать юань. Надеюсь, что причины следственной связи здесь ясны. Если нет, задумайтесь о том, тесно ли сотрудничают в плане торговых отношений Новая Зеландия с Китаем. И вы поймете, что должно происходить с валютами собственных этих экономик, если происходит что-то интересное с валютой либо Китая, либо Новой Зеландии. Все упирается в показатели торгового баланса и, соответственно, спрос на экспортируемое сырье. А этот спрос зависит от стоимости и обменного курса Новозеландца. Соответственно, друзья, по новозеландцу против доллара, по данной валютной паре, я советую пока ничего не предпринимать. Потенциал все-таки долгосрочного снижения, он остается. Но чтобы мы без каких-либо опасений и сожалений, что, скажем, позволили вот этому локальному, как-то срочному ралли заводить наши короткие позиции в большой минус, чтобы у нас этого сожаления не было, я предлагаю дождаться возможности продать. Но эта возможность появится только в том случае, если пара Новозеландинского против доллара уйдет ниже отметки 0.66. Соответственно, слежу за ней и по мере возможностей появления новостного фона. И, соответственно, если мы окажемся рядом с этим уровнем, я обязательно вам расскажу. Австралийц 0.73, пока здесь все без изменений, ждем также разворота, рассчитывая на отклик отрицательный для австралийца из-за торговой эскалации, ненапряженности торговых отношений США и Китая. Но думаю, что об этом мы с вами более детально поговорим уже на следующей неделе. По доллару канадцу я уже отметил в начале брифинга, когда мы разбирали повестку экономического календаря, что ждем и как торгуем. Также хочу отметить, что сегодня в 16.45 по московскому времени выйдет индекс сортивности в сфере услуг США. Соответственно, еще один сигнал для нас понять, действительно ли ФРС без каких-либо обсуждений, без сомнений пойдет на повышение процентной ставки. Я думаю, что да, вопрос повышения процентной ставки уже фактически решен. Но сегодня посмотрим за статистикой и лишь еще раз убедимся в том, что это неизбежное решение следующей недели. И в 20.00 по московскому времени Бейкер-Хьюз количество нефтяных терминалов, в прошлый раз напомню, что их число увеличилось, думаю, что тенденция роста продолжится и дальше. Тем более, что две недели назад администрация аналитической информации в своем прогнозе опубликовала цифры ожиданий роста нефтедобычи еще на примерно 80 тысяч баррелей в сутки в предстоящем месяце. Для этого нужны, соответственно, производственные мощности и новые терминалы. Количество их будет расти. Друзья, на этом, собственно, все. Огромное вам спасибо за внимание. Хорошие, прибыльные, результативные торговые сессии. Следим за статистикой по Канаде и ждем, что эти данные сегодня смогут оказать поддержку канадскому донору. Увидимся с вами в понедельник, как и всегда, в прямом эфире в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.